Ассаламу алейкум, с вами Расул, и это мой взгляд на наиболее актуальные проблемы. Так уж случилось, что последние выпуски программы были посвящены ситуации с религиозными свободами в Центральной Азии. Сегодня мы продолжим тему и попытаемся выяснить, что же происходит в самом закрытом из всех бывших республик СССР государстве Туркменистане. И вот что меня заинтересовало. Правительство Туркменистана решило сделать своим женщинам невиданный подарок. Все туркменские дамы на 8 марта получили премию – аж 2 доллара. Ну что ж, есть за что порадоваться. Правда, такой чести удостоились не все. Подарки не получили домохозяйки и предпринимательницы. И это принесло свои последствия. Икбал Эгинбердиева покончила с собой из-за нехватки денег на пропитание. Женщина подожгла себя, потому что ее семье катастрофически не хватало денег. Икбал занималась сельским хозяйством, и когда пандемия захватила Туркменистан, денег стало не доставать. Женщина впала в депрессию и 3 марта зашла в кладовку, облила себя бензином и подожгла. Она скончалась по дороге в больницу. Но куда более важная новость не эта. Пока одни женщины радовались 2 долларам, кто-то переживал за своего сына. Дзюдоист Сулейман Турсунбаев погиб по вине каких-то негодяев, которые просто отомстили ему за нежелание проиграть турнир. 14-летний Сулейман отказался проиграть курсанту МВД. А как выяснилось, такого делать нельзя. В результате парня похитили и забили до смерти. Родители написали обращение к президенту. Как мне кажется, все это не имеет никакого смысла, ведь Сулейман обычный подросток. А в таких странах роль играют немного другие люди. Например, дети сотрудников МВД. И вот этому еще одно доказательство. Правоохранительные органы Туркменистана активно разыскивают бывшую жительницу Ашхабада. Все, что сделала эта женщина, пожаловалась на коррупцию. Конечно же, ее в Туркменистане нет. Поэтому теперь ей грозит настоящий срок за организацию наркотрафика. Успокойте ее, пусть она замолчит. Если еще где-нибудь назовет имена и фамилии сотрудников МВД, сгниет в тюрьме. Сказали родственникам женщины. Теперь ее ищут не только в Туркменистане, но и в России. А само интервью действительно появилось в интернете. И опубликовано на сайте туркменского отделения радио Свобода. Лично я думаю, что туркменским чиновникам неплохо было бы заняться правами человека, которые явно нарушаются. Хотя о чем это я? В Туркменистане права только есть у одного человека, у остальных обязанностей. Но есть и условно хорошие новости. Например, такие, что в Турции гражданам Туркменистана стали выдавать сертификаты. Это такие документы, которые позволяют гражданам Туркменистана, которые решили не оформляться в Турции, оставаться там какое-то время. А именно полгода. Сертификат стоит 34 доллара. За эту сумму гражданин Туркменистана, который уехал из своей страны, по всей видимости, по причине отсутствия коррупции, может побыть в Турции. Но только полгода, а потом домой любить родину. Сейчас в Турции находятся тысячи граждан Туркменистана. И не у всех из них есть непросроченные паспорта. Я считаю, что большинство из них просто не хотят возвращаться. И дело вовсе не в пандемии. Но разумеется, власти страны считают, что вопрос как раз таки в ней. И тому есть доказательства. Малик Берде Алламурадов вышел с одиночным пикетом. Пожаловался на власти Туркменистана. Молодой человек учится в России. 18 февраля он вышел на площадь Ленина в Элисте с плакатом «Туркменский диктатор лишил нас денег. Это геноцид против народа». Вот только оказалось, что пикет не одиночный. Парня снимал оператор. Из-за этого на Малик Берде составили протокол. Мол, нечего тут привлекать внимание к своим проблемам. У нас и своих хватает. Штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей. Но этим дело не ограничилось. Проректор университета, где учится Налик Берды, позвонил в консульство Туркменистана в Астрахани и спросил, что, дескать, у вас не так, если у вас студенты так себя ведут. Парень начал записывать аудиосообщения, но сокурсник выхватил у него телефон. Сокурсник, кстати, из Африки. Знает, видно, в чем дело. И этот студент не единственный. Росгильды Чалиев был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из Стамбула. Молодой человек неоднократно размещал в интернете ролики с критикой правительства Туркменистана. И теперь ему грозит депортация на родину. Вопрос в том, как они отслеживают такие действия, если интернет в самом Туркменистане заблокирован. Но одновременно с этим в самом Туркменистане запретили говорить на турецком. Как оказалось, дети очень быстро осваивают язык родственного народа. А это властям не нравится. Поэтому смотреть турецкие мультики теперь нельзя. И не просто нельзя. Полиция будет ходить и проверять, не показывают ли в детских садах турецкую анимацию. При этом сам факт размещения чего-то в интернете не так опасен, как, например, попытка совершить намаз. Один туркменский военный рассказал, что его уволили из вооруженных сил именно за это. Высшие чины потребовали от него прекратить такое безрассудство. Он отказался. Тогда у него совершили обыск дома и отобрали Коран. Но упорный парень продолжил читать намаз, за что его вызвали в Министерство обороны, а потом потребовали освободить жилье и вовсе уволили. Первое слово, которое не спослано в Коране, было «читай». Честно, признайтесь себе, читаем ли мы сейчас книги? В наше время, когда мы постоянно засоряем свой мозг бессмысленной информацией, почитать действительно полезную литературу не представляется возможным. Искренне рекомендую всем пройти курс скорочтения и эффективного запоминания от партнеров нашего канала. Курс основан на семи уникальных методиках скорочтения. В совокупности эти прогрессивные техники способствуют эффективному расширению кругозора, пополнению лексического запаса, концентрации внимания, развитию памяти и четкости речи, координации синхронной работы левого и правого полушария мозга. Пройдя курс, вы научитесь запоминать больше, концентрировать внимание на главном и свободно применять новый материал на практике. На курсе не будет пустой траты времени и бессмысленных разговоров, техник быстрочтения, основанных на механическом проговаривании без осознания информации, без системных методик, не практикуемых в жизни. Станьте супер-мусульманами, а такие наши умми очень нужны. Переходите по ссылке в описании и получите скидку 5000 рублей лично от меня. В общем, в Туркменистане все спокойно. Готовятся праздновать день рождения столицы. И президент даже предложил имена для детей. Те младенцы, кто родится 25 мая, получат имя Пайтахт. Это столица по-туркменски, или Ашхабад. А девочки Мерджен, жемчужина, или Майя. При всем при этом Туркменистан занял 167 место в индексе свободы. Страна набрала 47,4 балла из 100 возможных. Таким образом, Туркменистан одна из самых несвободных стран мира. Рядом Конго и Царь. Где, кстати, был злобно убит мой коллега Архан Джемаль. Просто за то, что хотел снять документальный фильм. Думаю, властям Туркменистана стоит задуматься. А счастливы ли жители страны? Или лишь делают вид? Мне кажется, очевидно, что второе. Иначе не было бы так много мигрантов из Туркменистана в той же Турции. Хотя у меня есть подозрение, что властям авторитарных государств это беспокоит меньше всего. Главное, чтобы были счастливы они сами и их потомство. Ну а с вами был я, Расул Тавдеряков. И если вы лайкните это видео и поделитесь им, больше людей узнают о том, что я только что рассказал. И думаю, это важно. Берегите себя и свои семьи. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok